Добрый день! Сегодня у нас такая белая безымянная коробочка. Здесь что-то написано по-китайски от руки и видны циферки 16. Ну, вероятно, здесь написано 16 axis dexa decagon. Так называется эта головоломка от компании Dayan. Кто знает китайский, переведите, прав ли я. Коробочку в сторону, смотрим на необычный многогранник. Очень похож на Megaminx. Вот Megaminx, а вот hexadecagon. Сразу бросается в глаза, что какие-то грани пятиугольные, а какие-то шестиугольные. У Megaminx 12 граней и все пятиугольники. А здесь граней 16. Причем, 12 пятиугольников, как у Megaminx, и еще 4, если не ошибаюсь, шестиугольников. Если вы собираете Megaminx и посмотрели на это изобретение от Dayan, то лучше не торопитесь с покупкой. И стоит он не так дешево, в российских магазинах более 5000. Я это купил себе в прошлом году, вместе еще с парочкой подобных, но уже 30-гранных головоломок в качестве подарка на день рождения. А это были те головоломки, которые хочется, но не так, чтобы сильно и стоят они дорого. Так что это скорее для искушенных. Почему мой выбор пал именно на этот пазл? Во-первых, на тот момент у меня уже был Татминкс. И мне показалось, что вот этот Hexodekagon 16-осный, упрощенная версия Татминкса. Грани здесь меньше, у Татминкса 32, а здесь 16. И я думал, ну, наверное, с него стоит начать, собирать его там побыстрее. На нем можно тренироваться, выводить какие-то алгоритмы. Но в итоге Татминкс я хорошо освоил, а этот до сих пор еще собирать не умею. И я решил снять это видео, прежде чем его перемешать и, вероятно, не собрать сразу. Что же здесь не так? Если мы посмотрим на Татминкс, у него пятиугольные грани, симметричные, и их можно вращать на один поворот. А шестиугольные только на двойной поворот, на 120 градусов. И это уже привычная схема. Такая и на Татминксе, и на Хреймингсе, которую вы скоро увидите. Здесь же, наоборот, шестиугольники можно вращать как угодно. Более того, у шестиугольника всего, помимо основного цвета, еще три. И из этих трех каждого по два. То есть два синих, и два зеленых, и два красных. Если мы сделаем оборот на 180 градусов, то ничего не поменяется. Как была собранная головоломка, так и осталось. Еще на 180, все то же самое. Да и если присмотреться, можно увидеть, что вот, к примеру, желтый. Одна грань желтая, еще две желтых, и еще одна. То есть четыре желтых граней. Также четыре зеленых, четыре синих и четыре красных. То есть здесь всего четыре цвета на 16 граней. У Мегамингса цветов 12 и грани 12. У Татминкса грани 32 и цветов столько же. А значит, здесь есть полностью одинаковые элементы. Но если мы присмотримся, вот пятиугольник. И он здесь имеет какие-то утолщенные ребра, а здесь более тонкие. Есть толстые сине-желтые ребра, а есть тонкие сине-желтые. И они, естественно, не одинаковые. Если мы повернем как-то вот так, мы видим, что уже теряется форма. Это не значит, что голову форму меняет. Это значит, что в этом положении мы можем произвести какой-то поворот. Вращать какие-то грани, но не все. То есть вот это уже не вращается. И чтобы продолжить вращение или перемешивание, нужно как-то это также вернуть. А значит, вернуть и форму. Возможно, здесь есть некие допущения. Я полностью еще не проанализировал. Получается, что вот эти пятиугольные грани, имеют какую-то странную симметрию. Ну как странную? Два узеньких ребра, два более широких и одно сверхузенькое. То есть вот зеркально они симметричны. Осевая симметрия. Но от этого сильно проще-то не становится. От этого понимания. Получается, что на пятиугольных гранях есть одинаковые по цвету элементы, но разные по форме. Толще-тоньше. На шестиугольных есть полностью одинаковые элементы. То есть зелено-желтые ребра и еще одно зелено-желтые. Более того, есть полностью одинаковые углы. А это нам говорит о том, что возможны псевдопаритеты. А наверное так. У этой головоломки есть еще забандажная версия, которая называется 12-axis hexadecagon. Это слово означает просто шестиугольник. Хотя шестиугольников здесь всего четыре. И есть еще их кубические аналоги, у которых свои какие-то хитрые названия. Самый, видимо, простой. И то пока стесняюсь перемешать. Но зато я попробовал алгоритм из Тарпинкса, который для перестановки углов. Стандартный трицикл. Мы сделаем два раза здесь, два раза тут, два раза слева, обратно, назад. Два раза. Вернем. Ну, типичный трицикл для перестановки углов. То здесь поменяются три уголка. Так я собираю Тарпинкс в конце, где остались только углы не на своих местах. Я попробовал применить подобное и здесь. А если вы знаете какое-то короткое красивое название, напишите, пожалуйста, в комментариях. Называть его 16-аксис Гекса Декагон не очень приятно. Так вот. Чтобы сделать тот же алгоритм здесь, надо взять пятиугольник сверху. И то не каждый. Ну, к примеру, красный. И вот справа шесть углов у грани, слева пять углов, сверху пятиугольник. Тогда можно сделать движение здесь. Одно. Два раза здесь. Слева. Один раз. Два раза. Обратно. Здесь. Обратно. Сюда. Обратно. Сюда. И получается три цикла углов. Это пока все, что я здесь вывел. Вероятно, можно больше. Ну, понятно, можно в обратную сторону еще переставить. Но пока вот так. Если на Татмингсе можно было сделать сетап-уф, как им подвернуть, и поменять вот эти три, то здесь сетап-уф уже не сработает, так как пятиугольник не симметричный. Возможно, надо как-то через шестиугольники что-то выводить. Ну, буду пробовать. Вот такая интересная, сильно сложнее Мегаминкса головоломка от компании Дайан. Есть она и в цветном пластике, как у меня. Есть и черный пластик с наклейками. Элементы более-менее крупные, ну, за исключением вот этих ребер. Так что, возможно, стикеры и не отвалятся сразу. Ну, я считаю, если цветной пластик есть, то надо его брать. Если вы уж очень искушенный знаток головоломок, то, возможно, вам это будет интересно. Но это точно не одна из первых ваших головоломок, которые вы должны купить. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok